Всем доброе утро! Пусть оно будет добрым для всех нас. Сегодня мне желанно поразмышлять перед вами о Великопостной теме. Первые три воскресенья Великого Поста мы призывались к созерцанию тайн Божьих. Святые иконы, фаворский свет, крест. А четвертое и пятое воскресенья, то есть прошлое и сегодня, посвящены почитанию человеческих образов. Иоанна Лесвичника и Марии Египетской. Они заставляют нас сосредоточить наше внимание на человеческой стороне Великого Поста, Великопостного подвига. Сегодняшнее церковное воспоминание преподобной Марии Египетской открывает нам возможность говорить о торжестве переживаемого покаяния, покаянной жизни, выделяя таким образом покаяния из всего объема аскетического христианского делания. Ведь и в самом деле покаяние является центром и сущностью этого делания, потому что завершение покаяния становится возрожденная душа. Покаяние есть не просто некий акт, это процесс, возрождение. Внутренний смысл покаяния – возрожденная душа, как высший жизненный результат покаяния. И сегодня на литургии в храмах звучит евангельский рассказ о том, как два самых близких ученика Спасителя – Иаков и Иоанн, к которым и сам Христос относился, как самым ближним, подошли ко Христу. Ученики, которые, приняв силу Божию, этой силой уже совершили множество исцелений и других чудес. Так что, возвратившись после одного из посланничеств, которое поручил им Господь, могли даже с некоторым восторгом сказать «Господи, и бесы нам повинуются». Ученики, один из которых апостол и евангелист Иоанн Богослов написал слова такой духовной красоты, с которыми ничто не может сравниться, и ничего в мире, подобного Евангелию, написанному Иоанном, нет и не было. Ученики, которые были свидетелями всех великих дел, которые творил Иисус, всех Его небывалых слов, ученики, бывшие самовидцами поразительных чудес Спасителя, ученики, которые, как кажется, должны были понять все смыслы духовной и нравственной жизни, вот эти-то ученики, сразу же после того, как Иисус говорит им, что в Иерусалиме Он будет предан в руки грешников, и что совершат над Ним всякие издевательства, и что Его ожидает крестная смерть, именно после этих слов, после этого страшного знания, которое им только что дано было услышать, подходят к Нему и просят, «Господи, хотим, чтобы в Твоей славе мы оказались справа и слева от Тебя». Вот как-то совсем не по-человечески. и в нравственно-психологическом отношении это означает, что то покаяние, которое совершается только Духом Святым, еще не исполнилось в них духовно-психологического совершенства. даже современные люди, в которых могут действовать тонкие нравственные ощущения и переживания, сказали бы, как же несвоевременно, но как-то совсем уже не вовремя и нехорошо приступать было с такой просьбой. И вот, вы знаете, именно потому, что ученики вполне не осознали, с чем пришел Иисус на землю и к чему Он их призывает, Он вынужден был им сказать прямо. Но эта прямота оказалась для них еще менее постижимой. Он сказал о себе. Сын человеческий пришел на землю не для того, чтобы ему послужили, а для того, чтобы послужить. Он предложил им совершенно новый принцип жизни, абсолютно непонятный для людей, живущих по стихиям века сего. Он сказал, «Кто из вас хочет быть на деле выше других, тот пусть будет всем слуга». Это новое, высочайшее понимание христианского служения. Это неизбежный результат новой жизни человеческой души, возродившейся в покаянии. Ничего близкого такому покаянию по степени покаянного стремления к нравственной и духовной чистоте, по непреложности и силе горького переживания своего несовершенства, по глубокому, постоянному, самоотверженному думанию и, соответственно, по таким деятельным плодам покаяния, которое было на христианском Востоке, ничего подобного, ничего близкого этому в западном мире не было. Не было, нет и сейчас. Наше время тому наглядный пример. Это поразительное покаянное делание, содержащее и готовность, и реальность выявление в себе подлинно новой твари не могло осуществиться иначе, только как через возрождение Духом Святым. Великих практических, если не точнее сказать, прагматических жизненных достижений в православном мире, может быть, было и немного, за что нас часто упрекают и католики, и протестанты, но зато непререкаемо высоко отмечалось реальное движение к покаянию, которое было так любимо в житиях святых и, прежде всего, в жизни описания, в житии Марии Египетской, памяти которой чтилась на прошедшей неделе и особенно вспоминается сегодня. Ее жизнь представляет собой величайший образец подлинного покаяния, образец, которому по абсолютной напряженности покаянного делания следовать невозможно. И к этому не призывает нас церковь, потому что идеалы, на то и идеалы, что они, будучи порой недостижимыми во всей полноте, вместе с тем указывают на правильное направление духовного движения. Мария Египетская, придя в пустыню, в течение первых семнадцати лет, каталась по обжигающему горячему песку, переполненной еще движимыми в ней блудными страстями, воспоминаниями, переживаниями, ощущениями, которые влекли ее уйти из пустыни. Она не могла уйти, потому что она уже возлюбила Бога больше всего на свете. Она не могла уйти, потому что знала, что если уйдет из пустыни, то уйдет снова в мир греха. И тех покаянных свершений, которые ей удалось узнать на опыте своей жизни, не будет больше никогда. Уже ничего подобного не будет. Жизнь будет как прежде, как разбитый кувшин, из которого все только вытекало. И заключение, которое напрашивается после прочтения о ее жизни, состоит в том, что подлинное покаяние, совершаемое Богом, есть творческий акт, имеющий и творческий результат. Оказалось, что преподобная Мария Египетская смогла там, в пустыне, где ни одной странички книжной не было, узнать все Священное Писание. И знание это было дано ей непосредственным образом. И это тоже результат ничего другого, как покаяние. мечтать нам о подобных возможностях и свершениях смешно, как особенно в наше вообще смешно мечтать. Для того, чтобы суметь смочь так, нужно, может быть, прежде всего покататься по обжигающему зною пустынных песков и сушить в этих песках свою плоть. Вот тогда, может быть, и скажутся результаты. Но некоторые неординарные результаты совершаются уже здесь, в это непростое время испытаний, совершаются с почти каждым человеком. Это становится внутренней необходимостью и потребностью для обновленных людей освобождаться свобождаться от безобразия, получать подлинную свободу. А предлагать такую свободу, это есть дело Духа Божественного. Ту свободу, при содействии которой и взращиваются удивительные, творческие, божественные плоды. мы знаем цену этой свободы, потому что мы на своем опыте слишком хорошо наверное осознаем и переживаем цену своего духовного рабства. Мы надеюсь хотя бы на поверхности видим в себе безобразные плоды этого рабства, зависимость от неизбежной ежедневной суеты и потому когда наступает вздох освобождения. Нам так дорог этот вздох. Он перевешивает неделю скучного суетного рабства от воскресного дня до воскресного. когда мы можем быть в храме, молиться за божественной литургией. Этот вздох высвобождает хорошие и нужные слова, которые говорятся друг другу и особенно на исповеди. Но дело не только в словах. В словах лишь бледно выявляется тот покаянный процесс, который не перестает и не перестанет быть никогда всю нашу жизнь. И еще на что мне хотелось обратить наше с вами внимание. Покаяние всегда по сути религиозно, что непонятно людям нерелигиозного сознания. И потому они покаянно не могут осознать всю полноту беды и ужаса нашей современной, а сегодня можно еще сказать и прежней жизни. Жизни, которая создала из человека новую ветхую тварь, которая сделала человека особым, изощренным инструментом лжи. И в этом отношении к покаянию в обществе наш человек еще не приступал. И все же у нас есть надежда, потому что мы видим, как многие современные люди становятся верующими в Бога. Верующими, то есть кающимися. Это может быть пока капля в море. И покаяние пока у многих слишком слабое, нетворческое, без реальных плодов, часто даже без особого желания плодов. Но это все-таки уже покаянное делание, покаянное настроение. Не забыть бы только, что покаяние действенное, это покаяние, в котором Господь ожидает плодов. Сам делает, но сам и ожидает. Первый и постоянный действующий плод покаяния – это осознание вины. Второй реальнейший плод покаяния, известный еще ветхому заветному человеку, это по слову Давида «высокое прославление Бога». Господи, уст немое отверзише и устам возвестят хвалу Твою. Следующий плод покаяния по тому же слову пророка Давида желание помочь ближнему тоже вкусить подобный сладостный плод покаяния. Научу беззаконные путем твоим и нечестивые к тебе обратятся. не забыть бы нам только, что покаяние это не просто душевно-психологический процесс, в котором бесплодно и неопределенно вертятся сердца многих людей, не зная, как вырваться из него. Это сердечный прорыв к церкви и к Богу. Прорыв в церкви, в понимании, осознании и переживании глубины церковной жизни, стремления к полноте церковности. И досозиждутся стены иерусалимские. Мы слышим у того же пророка Давида в 50-м псалме. Стены нового Иерусалима, святой православной церкви. Не забыть бы только обо всех этих плодах и стремиться к ним в глубоком сердечном переживании, чтобы торжество покаяния стало и нашим, каждого из нас, личным торжеством. И это личное покаянное торжество довоссияет в личном духовно-нравственном возрождении. И правда Божия да торжествует духовно в сердцах каждого из нас. ветер «Божия» 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 «Божия»